Они подошли вот сюда, они здоровые, вот под самый потолок, и говорят, у вас усик от пломбы отвалился. Я говорю, ребята, а я не знала, а я туда, говорю, не лезу, даже я боюсь туда лезть. Усик от пломбы стал яблоком раздора для Любови Крыниковой коммунальной службы. Женщина живет с пятью кошками, они подставили пенсионерку. В один из вечеров Любовь Степан наварила хвостатым еду. В этот момент в дом вошли работники Алтай-Краэнерго. Им показалось странным, что в комнате работает сразу несколько приборов, а на электросчетчике низкий показатель. Вывод коммунальщики сделали незамедлительно. Любовь Крыникова могла подсоединиться к электроэнергии незаконно. Ко мне ходил один и тот же рыженький высокий парень, и вот он в феврале два раза у меня был. Коммунальщики сделали пенсионерке перерасчет за три месяца. Теперь ей необходимо заплатить 17 тысяч рублей, чтобы в дом вернули электричество. С пенсии в 8 тысяч сделать это непросто. Поэтому уже месяц Любовь Степанна не может посмотреть любимые телепрограммы. Пусть говорят и прямой эфир. Вообще в данной ситуации собственники сами несут ответственность за содержание и обслуживание приборов учета. Конкретно в данной ситуации, перед тем, как отключить человека от коммуникации по электроснабжению, ему должно было быть за 20 дней до отключения выслано сперва уведомление о приостановлении коммунальной услуги, а потом через 10 дней уже отключена, она полностью ограничена. Получается, сетевая компания «Алтай Кроэнерго» действовала в рамках закона. Кстати, 14 марта в эфире наших новостей под подозрение о Любови Крыниковой в незаконном отключении от электроэнергии ошибочно попала компания «Алтай Энергосбыт». Приносим свои извинения. А наш юрист советует всем собственникам, чтобы не попасть в сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась героиня сюжета, заранее проверять целостность пломбы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости.